Привет, я Макс, я профессиональный повар. И я научу тебя готовить из простых продуктов на простой кухне. Максимально просто. Все, тряпочку подложил. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, зрители. Всем привет. Рад вас снова видеть. И сегодня, чтобы вы могли подумать, винегрет. Каждый винегрет, как и борщ, у каждой хозяйки свой. Я сегодня покажу свой винегрет. Как готовлю его я. Может быть, кто-то готовит по-другому и для себя что-то новое подчеркнет. А может, кто-то вообще не умеет. Мы для них как раз и снимаем. А может, вы думаете, что вы умеете, а на самом деле вы не умеете. Ох, сейчас начнется война в комментариях. Поехали. В русском понимании это салат, в основе которого лежит свекла. Такой красный, опасный салат. Также мне понадобится обычный картофель. У меня вот такой хороший сегодня завезли мини. Какие красавчики. Маринованные огурцы. Это очень важно. Вот сейчас я буду говорить. Маринованные огурцы. Не соленые. Не бочковые. Консервированный горошек. Капуста квашеная. И лук. В большинстве случаев я овощи запекаю. Запекаю. Почему? Потому что всегда, подумайте, запеченные овощи вкуснее, чем вареные. Да, вот запеченный лук вкуснее, чем вареный лук. Вареный лук. Вот, поэтому запекаем овощи, свекла. Берем фольгу. И все, ничего здесь не надо. Просто ее заворачиваем. Ни соли, ничего. Шарик. Да. Берем картошку. Соответственно, ее тоже кладем. И заворачиваем. Все, духовка на 190 градусов. Уже разогрета. Овощи в духовку. И примерно на 30 минут они там ушли запекаться себе. Лук очистим. Нарезаю его мелким-мелким кубиком, да, чтобы из него, соответственно, сейчас покажу, что буду делать, чтобы из него вышел весь его злой луковый дух. Да, правильно сказала Маша. Сейчас я тебе покажу, как мы будем выпускать злой дух из лука. Ну, наверное, может, догадалась, да, чтобы из него... Замариновать надо? Да ничего не надо, мы его сейчас ошпарим кипятком. Ошпарим кипятком, да, и он немножечко в нем полежит. И, соответственно, вся из него горечь и жгучесть, да, вот эта чрезмерно лишняя, она выйдет. Дальше. Квашная капуста. Смотри, что мне нужно сделать. Капусту мне нужно отжать. Да, я прям беру. И видишь, из нее лишнюю вот эту вот влагу. Чайник закипел. Заливаем лук. Меленько нарезаем квашеную капусту, да, потому что она обычно бывает такими длинными штуками. И чтобы не было потом неприятностей, что она на вилке нависла, мы ее дополнительно прошинкуем. Кстати, вот этого я не знала, лайфхак. Лайфхак, да, капусту нашинковать. Оп, 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 оп. Видишь, вот сколько? Минутка прошла, все. Соответственно, откидываем на сито. И лучок у нас не такой термоядерный. То есть он по-прежнему хрустящий, но уже не такой жгучий, не такой ядреный. Да, соответственно, вот мы его вот так вот ошпарили и хорошо ему стало. Огурчики, да, соответственно, я сейчас буду нарезать их. Основа винегрета это нарезка. То есть в винегрете все должно быть нарезано достаточно средним кубиком. Вот я нарезаю сейчас кубик и покажу тебе, как я определил, какого размера кубик мне потребуется. Видишь? Смотри, сейчас я тебе покажу. Вот горошина. Вот кубик. Примерно одного размера. Да, вот эти вот продукты, свекла, картофель и огурец подходили и горошек по размеру друг к другу. Вот. И в оливье такая. А зачем? Тактильно. Ты когда будешь есть ложкой, да, ты будешь все овощи равномерно получать от них вкус. То есть не будет там мелкой картошки, которую там в конце ты почувствуешь, да, или мелкого какого-нибудь огурца, который измельчится и растворится вообще в салате. А ты будешь их раскусывать и вкусно поднимать каждый вкус продуктоподельности. Огурцов мне нужно будет примерно половина вот от квашеной капусты, да, по объему будем, по пропорции смотреть. В общем, салат винегрет, он такой, достаточно окружен большим количеством теории, да, и истории. Разными версиями. Разными версиями. По одной из, он приехал к нам из Франции. Из Франции. А во Франции слово винегр, да, обозначает уксус. Уксус. Да, то есть, что такое винегрет? И винегрет, по сути, как бы сейчас во Франции до сих пор такое слово сохранилось. Винегрет — это заправка. Но так как в салате, соответственно, присутствовали огурцы вот эти вот маринованные, да, которые в уксусе раньше мариновали, в большом количестве уксуса, добавляли туда сахар и соль, то, соответственно, название это прижилось. Винегрет. То есть салат из овощей с этой заправкой. Вот, и люди уже в честь заправки обозвали целый салат, понимаешь? А во Франции это до сих пор заправка винегрет, она так и называется. Винегрет. Вот. А я, насколько знаю, такой салат готовили еще при дворе Александра Первого на кухне. И там работал, собственно, на кухне работал французский повар. И он как-то только приехал, увидел, что готовят вот, собственно, вот такое блюдо и заправляют уксусом. И он крикнул, винегрет, как это по-французски? Винегрет. Да, и все такие, винегрет, винегрет, типа, не поняли. Вот, и словом прижилось. Ну, типа, оно у нас уже было. Ну, смотри, версии наши сходятся в чем? Что салат из Франции или приготовил француз, значит, у него французские корни. Он увидел, что его готовили. Мы потом смонтируем так, что ты говорила. Давай так, замечены были французы. Окей. Ну, говорят, что это еще и скандинавская история. То есть там с сельдью готовили, нечто похожее. Есть такое. То есть, вообще, как бы, там много историй. Если у вас есть, пишите в комментариях. Истории про винегрет. Как он был создан? Не считая Википедию. Ну-ка, напишите нам. Оп, модную варежку одеваем. Надеваем. Чтобы, да, надеваем. И вот они, здравствуйте. Вот, смотри, картошечка запеклась. Хорошо. Да, соответственно, вот мы в него тыкаем. Она мягенькая. Да, она должна быть чуть-чуть еще в тонусе. Чуть-чуть в тонусе, да? Чтобы быть бодренькой. Свекла достаточно такой марки продукт. И в ней полно ее красной краски. Поэтому не без перчаток. Я не работаю со свеклой. Иначе потом неделю будем руки отмывать. Ай, вообще. Вот, смотрите, даже сок у нее остался. То же самое, да? Тыкаем. Все, мягенькая, хорошая. Сейчас ее пополам вот так вот разделю. Видишь, какая красивая красота. Отрежу корешок. И нужно будет снять кожицу. Правильный винегрет. Это когда овощи не окрашены в цвет свеклы. Да, то есть, когда вот свекла красная, огуречек зеленый, капусточка чуть-чуть, может быть, чуть-чуть розовенькая, да? Но овощи не превращены в такую моногамно-красную массу. Знаешь, как в школьных столовых, такая красная каша. После каждой закладки овощей мы должны обязательно добавить масло. Потому что масло будет оббалакивать овощи и не давать им покраситься друг от друга. Вот так вот к вашему капусту я отправляю. Огурцы. Так, я почищу сейчас картофель от кожуры. Ну, надо от этого мундира очистить. Я могу тоже сделать что-нибудь. Хочу почищу. А давай. Держи. Я картошечка. Держи тебе ножичек. Так, а я пока нарежу свеклу, да? И, соответственно, по нарезке свекла, соответственно, да, такая же будет нарезка, как и горошек, как и огурцы. Вот, кстати, горошек, да, тоже его самое время отправить. И не забываем про масло, да? То есть эти ингредиенты у нас друг от друга не покрасятся, поэтому мы сейчас можем добавить небольшое количество масла. Уже сейчас. Солить мы будем уже в конце. Но масло я добавляю уже сейчас и перемешиваю обязательно. И, Маша, не просто еще лингвист. Я еще и картошку чистить умею. И редактор. Она еще и картошку чистить умеет. И помним, да, обязательно маслице. На свеклу маслице. Перемешаем. Видишь, смотри, как работает масло. Оно не дает окрашиваться, видишь, другим продуктом. Вот они. Видишь, я перемешиваю, а они все еще в своем цвете. Перемешиваю, а они все еще в своем цвете. Картошечка пошла. Таким же кубиком. Все, отправляем картофель в салат. Перемешиваем. Масла больше ты не добавляешь? Масла нет. Нет, масла нет. Вот мы первые, да, соответственно, предохранили маринованные огурцы и капусту. Далее мы свеклу положили сверху, добавили, да, чтобы свекла закрылась. А картофель у нас остальное все возьмет. Да, соответственно, всю заправку на себя. Я добавлю свежемолотого черного перчика. Я добавлю соль. Такая... Это что? Чуть-чуть лучка. Давай продолжим с момента в руках. Вот наш размер. Наш размер. Переложу, соответственно, все сюда. Потому что надо перемешать достаточно интенсивно, чтобы все ингредиенты хорошо между собой перемешались. Перемешались. Укроп. Настало твое время. Ой, ты еще укроп не добавляешь? Настало твое время. Еще. покажу просто сервировочку что тут показывать как сервировать винегрет блин ну как положить его на тарелку да и все и все будет вам хорошо и красиво на тарелке он смотреться будет по-другому нам уже более красиво более эстетично нежели в большом корыте раскидаем немножечко укропа чтобы подчеркнуть то что он внутри есть пишина в студии едим так ним ну что смотри какая красота ляпота какая красота только без рук только не трогай надо брать капуста квашеная хрустит огурчики хрустят овощи печеные дают свой аромат немножко кисленькая немножко сладенькая немножко солененькая готовьте винегрет по этому рецепту если вдруг еще вы не готовили вот так а как-то по-другому а если как-то по-другому то напишите нам в комментариях об этом обязательно нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые рецепты лайк и подписка подписаться точно подписан быстро все спасибо ребята что смотрели спасибо что были с нами мы продолжаем очень вкусно меня поедать винегрет с вашей поделимся всеми много он смотрите как и пока до новых встреч холодильник налетай